Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале в гостях Уаннушки. Сегодня я буду готовить очень вкусный шоколадный торт с вишней. Готовится он достаточно просто, а результат получается незабываемо вкусным. Начну приготовление бисквита и перед тем, как начинать приготовление, я обязательно включаю духовку на 160-170 градусов. В миску я вбиваю 3 яйца комнатной температуры, вливаю 120 мл растительного масла, все хорошо перемешиваю до однородности. Теперь сюда всыпаю просеянную муку 250 г или 12 столовых ложек без большой горки. Сверху на муку добавляю 5 г разрыхлителя или чайную ложку. Также обязательно добавляю пищевую соду, неполную чайную ложку, набираю ложку и пальцем убираю весь верх. Получится примерно 3-4 г. Добавляю ванилин по вкусу, я добавлю пол пачки и всыпаю 200 г сахара. Я всыпаю полный 200 г стакан, если у вас нет такого стакана, берите 10 столовых ложек. Теперь все хорошо нужно перемешать до однородности и получить очень густое тесто. Пока я перемешиваю тесто, у меня закипает чайник. Дальше я беру 60 г какао или 4 столовые ложки с горкой и сразу же какао заливаю кипятком. Кипятка беру 200 мл. Теперь хорошо все размешиваю, разбиваю все комочки, удобнее всего это сделать венчиком. Какао переливаю в полученное тесто, все хорошо перемешиваю до однородности. Получается вот такое вот густое тесто. Это тесто сразу же переливаю в подготовленную форму. Форму можно использовать 22 или 24 сантиметра. Я использую форму 24 сантиметра. Друзья, если вы не любите подобные бисквиты, в этом рецепте можно использовать абсолютно любой любимый вас шоколадный бисквит. На моем канале есть еще один вариант шоколадного бисквита, но для его приготовления вам понадобится миксер. Форму с тестом убираю в хорошо разогретую духовку, выпекаю в середине духовки. Первые 35 минут духовку не открываю, после этого начинаю проверять бисквит на готовность. Бисквит проверяю при помощи деревянной палочки. На выходе она должна быть полностью сухой и не должна содержать следов сырого теста. Если тесто налипло, отправляю бисквит снова в духовку на 5 минут и через 5 минут снова проверяю. После остывания бисквит вытаскиваю из формы и срезаю верхушку. Верхушка у меня в этот раз вот так вот поднялась. Но это абсолютно не страшно, главное, что бисквит вот так вот хорошо поднялся, он хорошо пропекся и он очень вкусный. Теперь верхушку бисквита я немного срежу. Толщина срезанного коржа получается примерно 1 см. Сейчас бисквит возвращаю обратно в форму и при помощи ложки достаю серединку из бисквита. Делаю это очень аккуратно, оставляю дно и бока целыми. В итоге у меня получается вот такая вот своего рода шкатулка, в которую я буду добавлять начинку. Этот бисквит нужно хорошо измельчить, можно сделать это руками, главное руки хорошо помыть или можно одеть перчатки. Теперь начинка. Для начинки я беру 400 г замороженной вишни. Вишню я размораживаю и она вот так отпускает сок. Этот сок я не сливаю и если использовать свежую вишню, нужно будет дополнительно 100 миллилитров вишневого сока. Также в начинку идет 150 грамм шоколада и 100 грамм сгущенного молока. 100 грамм сгущенного молока это 3 полные столовые ложки. Также в начинку нужно добавить масло 50 или 100 грамм и теперь это все нужно растопить на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Я использую микроволновку, каждые 15 секунд достаю, все перемешиваю, чтобы ничего не горело. Теперь шоколадную массу я соединяю с вишней и все хорошо перемешиваю. Для начинки сегодня я использовала темный шоколад, но если вы не любите темный шоколад, его можно заменить на молочный. Вот такая вот у нас получается вишня в шоколаде. Теперь это все переливаю в крошку. Теперь начинку я перекладываю в подготовленную шкатулку. Все хорошо прижимаю лопаткой и накрываю сверху крышечкой. Слегка сверху вот так вот прижимаю и убираю в холодильник. Торт оставляю в холодильнике как минимум на 8 часов. Когда прошло время, я готовлю глазурь. Для этого беру 100 грамм сахара или 5 столовых ложек. В сахар добавляю 2 столовые ложки какао и 4 полных столовых ложки сметаны. Сметану я использую 25% жирности. Теперь хорошо все перемешиваю, отправляюсь к плите и буду варить глазурь на среднем огне. Глазурь готовится очень быстро, примерно 5-7 минут. Я непрерывно все помешиваю. Когда сахар начнет таять, глазурь немного станет жидкой, но со временем она обязательно загустеет. И как только появляются вот такие вот бульки, я снимаю ее с огня. Вот такая вот получается красивая, густая и глянцевая глазурь. Теперь я сюда добавляю кусочек масла, примерно 30 грамм. Масло полностью растворяю и всыпаю 100 грамм соленого жареного арахиса. Хорошо все перемешиваю и сразу же покрываю этой глазурью торт. Теперь торт я убираю в холодильник на минут 15-20, чтобы глазурь немного застыла. Друзья, скажу вам честно, этот торт на самом деле получается загадкой для гостей. У многих гостей возникает вопрос, как такой торт получается настолько нежным внутри, как вы его приготовили. И конечно же этот торт на самом деле очень вкусный. У этого торта насыщенный вкус шоколада и когда попадается кислая вишня, это вкусно. Я всем советую попробовать приготовить. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok